Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Исполнилось 16 лет с момента подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазии и Российской Федерацией. Как американская секвоя появилась в Абхазии, 17 сентября в Абхазии отмечают День весовода. Десятый международный фестиваль «Органные вечера» в Пицунде закрылся большим концертом с участием музыкантов из России, Белоруссии, Японии, Австрии и Абхазии. Сначала об истории. 31 год назад, 17 сентября 1993 года, министр обороны России Павел Грачев встретился в Гудауте с Владиславом Мардинбо в Сочи с Эдуардом Шеварнадзе. Грачев предложил Шеварнадзе ввести на территорию Абхазии две российские дивизии и тем самым спасти Сухом, на подступах которого уже стояла абхазская армия. Шеварнадзе отказался. В этот же день правительство России потребовало от абхазского руководства незамедлительно остановить боевые действия, прекратить огонь и отвести свои формирования на исходные рубежи. Отказ от этого будет рассматриваться как вызов со всеми вытекающими политическими и экономическими последствиями, отмечалось в заявлении правительства России. Верховный совет России рассмотрел вопрос о ситуации в Абхазии и в принятом постановлении рекомендовал правительству России, цитирую, оказать мирными политическими средствами необходимое воздействие на конфликтующие стороны, исключая применение силы. 17 сентября исполнилось 16 лет с момента подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазии и Российской Федерацией. Как отмечается в официальной информации МИД Абхазии, подписанный в 2008 году договор стал прочным фундаментом договорно-правовой базы, на основе которой были подписаны сотни документов во всех областях Абхазо-Российского сотрудничества. Договор заложил основу долгосрочного стратегического союза в сфере политики, экономики, энергетики, транспорта, военно-технического сотрудничества, науки, культуры, образования, информации и здравоохранения. В нашем эфире после выпуска новостей смотрите передачу из архива База ТВ подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазии от 17 сентября 2008 года. Вопросы социально-экономического развития государства обсудили на расширенном заседании двух парламентских комитетов. Речь шла об исполнении республиканского бюджета текущего года в связи с приостановкой финансовой помощи Российской Федерации на софинансирование повышения заработной платы работников в бюджетной сфере, в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. Депутаты интересовались и вопросами формирования государственного бюджета на предстоящий год. Первый вице-премьер-министр энергетики и транспорта Джан Сухнанба подробно рассказал присутствующим о проблемах и задачах, стоящих в энергетической отрасли. Участники заседания подробно обсудили предложения парламента к проекту соглашения между правительством Республики Абхазии и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия, которые в виде поправок ранее были направлены в соответствующие органы. Просим вас не поддаваться провокациям, обману и шантажу со стороны органов власти. Об этом говорится в обращении политических партий и общественных организаций ФНЯ, АПСНИ, АРО, АНД и «Наша столица» в связи с потоками оказания давления на государственных служащих и бюджетных работников со стороны руководителей органов власти. Как в частности отмечается в документе, правительство Республики Абхазия публично выступило с заявлением, что располагает финансовыми ресурсами, чтобы выплачивать заработную плату бюджетным служащим с момента прекращения дотации от Российской Федерации. Хотим обратиться к вам наши учителя, медицинские работники и все работники бюджетной сферы. Никто не вправе беспричинно увольнять вас с занимаемой должности, тем более за несогласие в подписании наспех состряпанных обращений, не обладающих юридической силой. Общественная палата глубоко озаботена инцидентом, произошедшим с журналистом Дэвидом Габечей и общественным активистом Ли Аграба. Как говорится в заявлении организации, Общественная палата обращается к руководству силовых структур Абхазии. Расследовать это резонансное преступление в максимально короткие сроки и предельно объективно, а также публично озвучить ее результаты. Мы также призываем все политические, общественные организации, а также средства массовой информации воздержаться от каких-либо обвинений и выводов до завершения расследований силовыми структурами страны. В обществе обсуждаются различные версии, в том числе и политического подтекста данного события. Считаем абсолютно недопустимым проявление какого-либо насилия в отношении представителей средств массовой информации, граждан страны, высказывающих свою позицию, отлично от чьих-либо взглядов. Мы живем в современном демократическом и правовом государстве, где свобода слова защищена законом. Говорится в заявлении за подписью секретаря общественной палаты Голи Кичба. Программу дошкольного образования обсудили в Кабмине. Проект разработан Минпросвещением специалистами Института педагогики. Он основан на мировом опыте обучения языкам и современных подходах. По мнению авторов, программа на Абхазском позволит всесторонне развить личность ребенка. Программу одобрил премьер-министр Александр Анкваб. Он подчеркнул, что для достижения результата необходимо объединить усилия работников дошкольных учреждений и ученых, сообщает Абстный пресс. Вдохните в это дело жизнь. Программа должна быть простой, понятной и в итоге выполнимой. А результаты эффективные, сказал Александр Анкваб. Замминистра просвещения Ада Кварчелли проинформировала, что рабочая группа разрабатывает программу и она будет готова к концу декабря 2024 года. К другим темам министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба, участвующий в конференции «Практические аспекты развития здравоохранения в Схинвале», рассказал журналистам о своих впечатлениях, о работе медицинского форума и о том, по каким вопросам планируется развитие сотрудничества с Южной Осетией. Много направлений, которые можно развивать. Эта конференция дает такую возможность общаться обмен опытом, знаниями, повышением квалификации. Очень много направлений можно развивать. Мы сами через это прошли. У нас уже второй форум прошел в республике. В 2023 году был первый Абхазский медицинский форум. В этом году, в апреле, был второй Абхазский медицинский форум. Также присутствовали представители Российской Федерации в лице министра Мурашко Михаила Альбертовича. Присутствовал Томас Чумалович в Республике Южная Осетия. Албул Кристина Валерьевна, Придестровская Молдавская Республика. И я, как министр принимающей стороны, четыре министра встретились на территории Республики Абхазия. Очень много проектов, перспектив. Это все можно реализовывать планово. Сейчас мы будем обсуждать, какие наиболее востребованные направления. Это очень многое зависит от того, какие кадры, какие возможности есть в Республике в плане оперативной нагрузки. У нас тоже не все так легко, если говорить о том, что там все просто и мы всем обеспечены. Нет, у нас тоже есть определенные сложности. Мы обменемся опытом, делимся и с Российской Федерацией, и получаем помощь, и консультативную, и разного рода медицинскую помощь. У нас люди выезжают на лечение по тем вопросам, которые мы не можем закрыть на территории Республики Абхазия. Значит, у нас есть граждане, которые имеют полиса обязательства для медицинского страхования, которые, вот мы тоже в этом формате проговаривали, должны работать на территории Российской Федерации. У нас есть сложности в том плане, что у нас нет ангиографа. Если происходит острая коронарная ситуация, у человека инфаркт, то мы делаем только тромболизис, и потом переводим или в Сочи, или в Краснодар, но это по-разному бывает временной промежуток, учитывая курортный сезон, границу, очередь. Мы тоже планируем в будущем развивать и устанавливать ангиограф, чтобы экстренную помощь при инфарктах или при инсультах оказывать на территории Республики Абхазия. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов встретился с министром просвещения Налом Габле. В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия в области образования и науки. Кроме того, Куликов обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с временно исполняющей обязанности министра культуры Динарой Смыр. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Абхазии директор Культурно-благотворительного фонда Ашана Джинджолия Мактина приняла участие во второй международной медицинской конференции «Практические аспекты развития здравоохранения». В рамках своего доклада Джинджолия представила участникам конференции направление деятельности Культурно-благотворительного фонда Ашана и аппарату Уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазии по линии здравоохранения. Также Уполномоченный представила наиболее успешные направления взаимодействия аппарата Амбудсмена и Министерства здравоохранения Абхазии и России. 17 сентября в Абхазии отмечается День лесовода. Многие покрытые деревьями участки в нашей республике это опытные посадки. В 30-х годах прошлого века ученые лесоводы проводили эксперименты с быстрорастущими древесными растениями, пытаясь понять, какие из них лучше приживутся, чтобы затем использовать в народном хозяйстве. То, что мы сегодня считаем лесной чащей, иногда оказывается экспериментальным участком, как, например, кедровая роща в Бзыбском ущелье. Марьяна Котова расскажет, почему эта роща на самом деле не кедровая и кто ее посадил. В 30-х годах 20 века ученые высадили в Бзыбском ущелье секвою, чтобы посмотреть, как это дерево приживется на Абхазской земле. Это быстрорастущее растение с мощной корневой системой. Его не так просто вырвать из почвы. Поэтому оно могло стать хорошей технической культурой. Но в условиях в Абхазии оно несет больше рекреационную функцию. Это вечно зеленая секвоя. Этот вид хвойных достигает самой большой высоты среди деревьев. У себя на родине, в Америке, секвои растут на 110 метров и выше. Но в Абхазии ее заинтересовались по другой причине. Секвои растут очень быстро. То есть их можно было бы выращивать в технических целях для добычи древесины. Этим вопросом и озадачивался в 20-х годах прошлого века председатель Центра исполкома Абхазии Нестор Лакоба и пригласил известного в СССР лесовода Николая Турчинского. Первые посадки быстрорастущих растений были заложены в 30-е годы 20-го века. Это было сделано лесоводом Турчинским Николаем Флориановичем. Он по происхождению из Польши, по просьбе Нестора Лакоба, он приехал в Абхазию, он опубликовал первый лесной кодекс, который был выпущен в 25-м году, 1-го апреля. Первые посадки технических и быстрорастущих культур эти были сделаны этим человеком. Вот пробковая роща, которая в Гаграх, бамбуковые рощи и вот быстрорастущие посадки, и сегвои, и кедры, и сосны, это сделано благодаря его энтузиазму, его работе. Каждый год ученые измеряют, насколько выросли деревья. Рядом с посадками 30-х годов почти достигли их уровня мета-сегвои, посаженные в 80-х. Это так называемый второй ярус. Есть еще и третий. Деревья, посаженные уже в 21-м веке, на месте выпавшей кедровой аллеи. А в 87-м году, как памятные посадки были возобновлены, мы высадили здесь ряд деревьев, они произрастают сегодня вторым ярусом. Третий ярус мы сажали с левой стороны, здесь была роща гималайского кедра. Был сильный ураганный ветер, повалило. Мы его подготовили к посадку, и потом под руководством Валерия Хакибей-Чайба нам была дана команда получить у Лейба, директора Бнилоса. Он нам выдал посадочный материал, и мы приступили к закладке третьего яруса. Вот весь этот лес, этот третий ярус, который был посажен в 2002 году. За годы наблюдений ученые выяснили, что кедры не очень устойчивые деревья. Ураганный ветер с корнем вырывает из земли даже мощные стволы. А вот секвойя гораздо более цепко держится за почву. На этом участке осталось всего несколько кедров, хотя эту рощу, расположенную на восьмом километре Бзыбского ущелья, продолжают по привычке называть кедровой. На самом деле это роща секвой. Объект является уже как рекреационной частью. Наши туроператоры иногда заезжают сюда, показывают, что еще нужно доработать, чтобы этот объект был доступен. И чтобы его не то, что там доступен, нужно его обязательно сохранить, сделать аншлаг. Название нужно, конечно, в будущем нужно изменить. Уже это не кедровая роща, она сегвоевая роща. Я думаю, работники Гагарского лесхоза или заинтересованные люди, которые здесь хотят поработать, я думаю, мы с ними найдем общий язык и придем к единому мнению, чтобы в будущем это было доступно всем и чтобы люди получали удовольствие. В период Отечественной войны народа Абхазии был риск потерять эту рощу. Снежной зимой 92-го года все эти деревья могли пойти на дрова и постройку блиндажей. Поступила команда. В тот период была снежная зима, голубое озеро, вход в тоннель был засыпан большой лавиной. Дали команду здесь заготавливать киломатериал. И чтобы сохранить эту рощу, мы два дня и две ночи пробивали дорогу. Там карамадный друд был, там очень забал был настолько большой, что с обратной стороны пришлось пробивать 12-ти метровой арматурой, красным материалом, чтобы вышла пика. И вот на эту пику мы два дня пробивали дорогу. Но за два дня мы пробили дорогу на Кужба-Яшту и приступили к заготовке пиломатериала для блиндажей, для нужд двойной. Это был период войны. Лес сохранять. Тогда не очень хотелось, но нам пришлось сохранить. Ведь деревья все были пронумерованы, ежегодно. Ну, два-три года раз. Бебе Сергей Михайлович проезжал, замерял. Тут велась карамадная работа за ухаживанием леса. Секвоя могла стать источником сырьевой древесины, но не стала. На родине она растет на высоте от 1110-1130 метров над уровнем моря. В Абхазии не выше 300 метров. Совершенно другие климатические условия не позволяют выращивать секвою высоко в горах, где обычно идет лесозаготовка. Поэтому сегодня это дерево несет в себе больше декоративной функции. Его можно выращивать и в городах с тяжелой почвой, так как семена этого вида способны пробивать твердую землю. В колхидской части, особенно в низменной части Абхазии, почвы тяжелые, псевдоподзолы называют такие. Не все растения пробивают этот слой. Слой подзолов иногда достигает до 70 сантиметров. И именно из хвойных растений метасигвоя пробивает вот эту нишу. И вот особенно в новом районе сейчас уже где-то до 15 метров осталось десяток штук. Они себя прекрасно чувствуют, учитывая там тяжелые какие условия. Что только они сажали, именно этот вид остался. И в этих условиях, конечно, около больших домов нельзя, потому что они растут гигантски. А так, как солитеры, отдельно можно будет посадить. Они красивые и осенью, и весной, и неприхотливые. И, видите, ни одной бабочки на нем нету, не болеют, лечить не нужно. Люди радуются и наслаждаются их тенью в городских условиях. В прошлом году здесь высадили еще несколько десятков деревьев. Три-четыре года за молодыми растениями нужно пристальное внимание. В советское время этот участок был огорожен, чтобы скот не мог зайти и вытоптать молодняк. Сегодня ограды нет. Но, как говорят лесоводы, пастухи уже предупреждены об этом участке. Самое трудное – это сохранить деревья, которые посадили. Потому что здесь через эту трассу проходит на перевал скот, козы, крупный рогатый скот. И они по дороге хотят остановиться, сделать привал. А у нас это сразу пойдет по травм. Так что не сохранить с самых посадок лес до трех-четырех лет – он опасен, он пропадет. И вот это самое главное – это была охрана территории от проходящего скота. Все саженцы секвои выращены на Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции. Ученые об Нелоса собирают посевной материал, проращивают его до оптимальных размеров и уже потом высаживают в дикую природу. На каждом этапе свои трудности. Даже сбор семян – задача не из простых. В конце года они созревают и ветром разносят полностью. На одной фишечке до 110 семян. Схожесть семян где-то не такая уж высокая, где-то до 12-14%. Если дополнительно, если будет, когда мужские стробилы будут свести, если будут хорошие погодные условия, иногда бывает зима теплая, они раскрывают быстрее, пока появляются женские стробилы. И потом они получаются пустые. Из-за этого, учитывая вертикальную зональность, этот вид мы испытываем на разных высотных поясах. И на Рыцинском стационаре, где схожесть этих пород лучше, чем внизу. Роща Секвой на восьмом километре Бзыбского ущелья не просто уникальный природный объект, но и исторический. Это своеобразный памятник или даже музей достижений в области изучения и формирования абхазского леса. Мария Накотова, Тимур Гугохи, Абазатова. Делегация Абхазской железной дороги принимает участие в 16-м слете молодежи РЖД. Слет является образовательной площадкой для молодых железнодорожников. В этом году на нем собрались до 1 тысячи младых людей из 19 стран мира, России, Абхазии, Китая, Сербии, Индии, Аргентины, ЮАР и ряда государств Африки. Каждый день участников слета ждет новая тематика. В рамках слета состоится подведение итогов конкурса «Новое звено» и награждение победителей конкурса «Молодежное признание». Новости культуры. Десятый международный фестиваль «Органные вечера» в Пицунде закрылся большим концертом с участием музыкантов из России, Белоруссии, Японии, Австрии, Абхазии. Традиционный фестиваль пользуется большим успехом у жителей и гостей республики. И в этот раз снова пришлось использовать приставные стулья, чтобы вместить в Пицунском храме всех желающих. Подробнее Надежда Боровикова. Заключительный галоконцерт 10-го международного фестиваля «Органные вечера» в Пицунде открылся музыкой главного создателя произведений для органов всех времен и народов. Такату Баха исполнила японская органистка, аспирантка Московской консерватории имени Чайковского, более 20 лет проживающая в России Хирока Инауэ. Я очень люблю Абхазию, и, конечно, Абхазия неразрывно связана с органом фестивалем в Пицунде. Я уже третий раз участвую на этом фестивале счастлива, не сказано счастлива, потому что, наверное, все, кто хотя бы один раз в жизни вошел в этот замечательный храм XII века или, может, даже еще раньше, просто чувствует вот этот дух этого места. Невероятно, просто это необъяснимо. Это надо просто чувствовать, пойти чувствовать. Вот, поэтому я всегда очень счастлива сюда приезжать и возвращаться. И спасибо огромное организатору и народной артистке Марине Шамбе и также моему коллегу Луки Гадиля, что действительно это роскошный фестиваль в том смысле, что разные школы, разные поколения, разные страны, что это удивительно услышат из одного органа разное. В программе финального концерта фестиваля в основном классические произведения. На сцене знаменитые органисты, давние друзья фестиваля в Пицунде. Елена Кейлина из Австрии, заслуженный артист России Алексей Семенов, заслуженный деятель искусств России Сергей Буткеев. За многолетнюю дружбу и помощь в сохранении и возрождении пицунского органа Сергей Буткеев удостоен звания заслуженный артист Абхазии. За вклад в развитие и популяризацию классического музыкального искусства в Абхазии присвоить почетное звание заслуженной артисты Республики Абхазия Буткееву Сергею Михайловичу, органисту, профессору Алтайского государственного университета, президент Абхазии Аслан Жанья. Член Союза композиторов России, лауреат международных конкурсов Алексей Шмидтов выбрал для закрытия фестиваля музыку Марселя Дюпре. Не все же время играть свои собственные сочинения, шутит Алексей. С пицунским органом музыканта связывают отношения длиной почти в 45 лет. Первый раз я сюда приехал весной 1980 года, будучи студентом Московской консерватории. Мы готовились к конкурсу имени Баха в Лейпциге. И так как вместе со мной на этот конкурс должен был ехать Гарри Коняев, который был тогда солистом пицунского храма, он устроил нам обкатку конкурсной программы здесь, в Пицунде. Вспоминаю свои сорокалетние давности впечатления после небольших инструментов, которые нам доступны были в то время в консерватории. И, собственно говоря, мало других инструментов, да. И тем более в соборной акустике. В концертных залах шикарный орган, но все равно он так не звучит, не произносит. И вот это как раз тот первый приезд, я помню, совершенно поразило, подкупило. Владимир Невдах из Беларуси впервые приехал в Абхазию и впервые принимает участие в фестивале. В заключительном концерте он представил импровизацию на тему григорианского хорала. У меня был такой случай еще из совершенно давних времен. Наверное, это было детство или юность, когда фирма «Мелодия» выпустила пластинку орган храма Пицунды. И я ее приобрел в Минске. Играла Наталья Сидун. То есть я тогда уже был, мне очень понравилось, был в таком восторженном состоянии от акустического звучания органа в храме, потому что орган живет в акустике, оживает в акустике именно его звучание. И это, конечно, пластинка у меня до сих пор имеется. И, конечно же, это была для меня такая большая и приятная неожиданность, поскольку в ноябре 2023 года я получил приз за строительство, в кавычках, творческих мостов «Организм-2023» в Калининграде. И там Евгения Кривицкая вручила мне вместе с призом сертификат на участие в концертах 10-го фестиваля органной музыки в Пицунде. Помимо сольных выступлений органистов, гости фестиваля услышали дуэты Елена Кейлина с альтисткой Региной Штельман, Лука Гаделия с оперной певицей Кристиной Эшба и Хирока Инауэ с искрометной саксофонисткой Вероникой Кожухаровой. Надежда Боровикова, Ямала Гухава, Абаза ТВ. Сообщение спасателей. Труп неизвестного мужчины был найден в акватории от Чемчира, сообщил спутник, начальник пожарно-спасательной части района Мурман-Почоле. На путь дежурного сообщения поступило в 16.20. Тело плавало в 60-70 метрах от берега. Его извлекли и передали правоохранительным органам, которые занимаются установлением личности погибшего и обстоятельствами его смерти. В селе Адюбжа Чемчирского района 16 сентября горело до 7 гектаров под леской кустарника. Быстрому распространению огня способствовало жаркой погодой и сильный ветер. Существовала реальная угроза жилым домам и хозяйственным постройкам. Высокой была вероятность перерастания пожара в Верховой. Огонь был локализован и ликвидирован. Пострадавших нет. При пожаре выгорел нежилой дом. Жители села Эшера обеспечат бесперебойной подачей воды. Как сообщает пресс-служба президента Абхазии, месяц назад в селе Эшера Сухумского района по поручению Аслана Бжани начались работы по восстановлению насосов и ремонту помещения станции. Насосные станции, обеспечивающие водой около 107 на улицах братьев Паба и Кяхба, долгое время создавали проблемы с перебоями подачи воды. Как отметила глава администрации села Тамара Авецба из Угбая, проблема с водоснабжением практически решена. На ремонт данного объекта из республиканского бюджета было выделено около 900 тысяч рублей. Работы планируется завершить в течение месяца. В центре Сухума прокладывают новый электрический кабель. Он необходим для того, чтобы обеспечить светом здание совместного информационно-координационного центра МВД Абхазии и МВД России. Рассказал спутник главный инженер СУЭС Алексей Строчан. Работы идут на проспекте Аяра, улицах Званба и Арденба. Параллельно энергетики ремонтируют уже работающие сети. Строчан объяснил, что кабель на перекрестке проспекта Леона и улицы Арденба, проложенный в 1947 году, нуждался в срочном ремонте. Чтобы доставить как можно меньше неудобств жителям и гостям города, работы начали к концу курортного сезона и завершат в течение недели. По межправсоглашению российская сторона выделила на них более 19 миллионов рублей. О спорте Даниил Пиле победил во всероссийских соревнованиях по вольной борьбе Кубок Балтики. Спортсмен выступал в весовой категории до 65 килограммов и представлял Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессионально-образовательное учреждение училище Олимпийского резерва номер 2. В соревнованиях, которые прошли в Калининграде с 14 по 15 сентября, приняли участие более 300 спортсменов из разных городов России. Погода во второй половине сентября в Абхазии будет неустойчивой. Ожидаются в том числе осадки, рассказала в интервью радио спутник-метеоролог Лариса Ахба. Температура постепенно начнет понижаться на 3-4 градуса и больше, отметила она. Однако, по словам Ахба, к 25 сентября температура воздуха в республике снова будет достигать 27-28 градусов. Сейчас о погоде на среду 18 сентября. В Абхазии ожидается облачность с прояснениями погоды. Местами возможны коротковременные осадки, гроза, атмосферное давление нестабильное, ветер слабоумеренный. Температура воздуха ночью 16-21, днем 22-27. Температура морской воды 27. Волнение морской воды умеренное и значительно относительно влажность воздуха 70-90%. На этом пока все за развитием событий. Следите вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова